Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душу вам». С вами традиционно в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, телезрители! Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы с Алексеем обсуждаем вопросы и жизни, и смерти, вопросы дружбы, как в прошлой передаче. И хотела протянуть традиционную ниточку, мы так иногда делаем, с прошлого нашего разговора. Звонила Екатерина и спрашивала, как найти друзей. Алексей, прошла неделя, хочу задать вам такой вопрос. Встретили ли вы за это время человека, который потенциально мог бы стать вашим другом, с которым бы вы почувствовали какое-то единство, взглядов, может быть, интересов? Угу. Неожиданный вопрос. Елена Вячеславовна перед эфиром меня спросила, хотите ли вы, Алексей, знать, какой вопрос я вам задам. Я сказал, не хочу, и вот такой вопрос не выкатился. Ну, вопрос связан с тем, насколько часто, может быть, в нашей жизни происходят такие встречи, но мы, может быть, их не замечаем? Или мы сразу можем распознать этих людей, которые могут стать нам близкими? Я думаю, что, как всегда, или как в основном, ответ на этот вопрос не будет универсальным. Ну, то есть, есть конкретный ответ, встретил или не встретил, да? И вот это вот то, о чем вы спросили, сразу или не сразу. Я задумался, и я думаю, что, похоже, по крайней мере, люди, которые мне симпатичны в каком-то первом таком контакте, наверное, были. Захотел ли бы я с ними дружить? Мне трудно сказать. Может быть, я думаю, что в какой-то степени место друзей занято, может быть. Как бы это, может быть, странно не звучало, да? Может быть, какая-то нужда в принятии, в понимании, в человеческом тепле, в том, чтобы какие-то идеи были разделены с другим человеком. Нужда вот в этом, она является такой линзой, оптикой определенной для человека. И он через эту оптику, ну, наверное, рассматривает других людей на предмет дружбы. Как, может быть, одинокие люди условно-брачного возраста, я сейчас так клише скажу, рассматривают других людей на предмет возможного построения семейных отношений. Ну, так вот, может быть, осознанно или неосознанно, подходит или не подходит. Могли бы быть какие-то семейные отношения с этим человеком или не могли бы быть. Вот. Ну, неожиданный вопрос. Я с удовольствием бы его, этот вопрос переадресовал нашим зрителям, если вы встречали кого-то на своем пути в течение этой недели, кандидатов в друзья. Причем хочется, конечно, по этому поводу еще много говорить, потому что вот эта тема дружбы какая-то, она тоже абсолютно границы потеряла, потому что, ну, все сейчас. Кто такой друг, кто такой враг, да? Я вспоминаю одну историю, и это история о предательстве. Мне ее рассказывает пациентка, женщина, которая сидит напротив и которая говорит о том, что она познакомилась с одной, ну, женщиной, и у них завязались какие-то такие дружеские отношения, и через какое-то время вот та женщина, с которой я общался, ну, назовем ее пациентка, пусть это звучит как-то не очень, мне не нравится, но вот моя собеседница. Ну, пусть будет Ангелина, да, моя собеседница, она говорит, что вот она стала ощущать, ну, какое-то желание почаще общаться с этой женщиной, с этой девушкой, стала ей звонить и натыкаться на то, что, ну, та то ли не берет трубку, то говорит, что ей некогда, ну, вот какие-то такие вещи. То есть, в общем, ведет себя холодно, ну, на взгляд. А потом, например, наступает момент, когда она сама звонит Ангелине и говорит, вот мне надо там то-то, то-то, то-то. И Ангелина, значит, откликается, они встречаются, там что-то, какие-то дела совместные, вот. Ну, и так до следующего раза. Потом Ангелина ей звонит, натыкается на что-то, и вот она начала говорить, в общем, практически жаловаться на то, что та ее, ну, предает, такое слово было использовано, да, предает их какое-то хорошее отношение, какую-то дружбу. То есть, когда мне нужно, когда ей нужно, я иду навстречу, когда мне нужно, она не идет навстречу. И, в общем, вот какой-то такой вокруг этого было много обиды, много, может быть, разочарования и злости. И я начал ее спрашивать, да, и она, очевидно, вот эту женщину считала, хотела считать своей подругой. Я ее начал спрашивать, как она понимает дружбу, и как она понимает, что та женщина тоже с ней дружит. И как она понимает предательство. Вот, тем самым я хочу сказать, что вот это вот для Ангелины было, ну, вроде бы все понятно. Я звоню, она должна отвечать, она звонит, я должна отвечать. Ну, какие-то такие очевидные вещи, касающиеся дружбы. Но, кажется, в этой истории, и особенность этой истории в том, что собеседнице, кандидату в подруги Ангелины, это было не так очевидно, что дружит именно так. И я думаю, что если ее спросить, предавала ли она Ангелину, или, так сказать, вела себя как-то некорректно, манипулировала, использовала, сейчас много слов по этому поводу, я думаю, что, полагаю, что она бы как-то это по-другому видела. Суть этой истории в том, что, и это для меня интересный момент, этот момент касается коммуникации. Как дружба понимается, как она понимается в текущем моменте, дружим мы с вами или не дружим. Вот сидим здесь в студии, да, можно ли назвать нас друзьями или нельзя. У нас с детства, конечно, учат, что такое дружба в песнях, в детских книжках, в те, кто постарше, в пионерских книжках. У нас про дружбу очень много было. Ну, много, да. Что такое дружба сейчас, может быть, это надо молодых людей спросить. Кстати, это тоже для меня было бы интересно, если бы кто-то из молодых людей позвонил, потому что я сейчас вспомнил что-то про молодежь, меня спросил, что они телевидение не смотрят. Откуда они черпают вот эти правила дружбы, да? Ну, наверное, из тех историй, которые сейчас, они не читают литературу, но они читают эти многочисленные посты в социальных сетях, где люди рассказывают свои такие маленькие истории, в том числе взаимоотношения со своими друзьями. Может быть, они ориентируются на чувства, откликаются, да, я бы так же поступила, или у меня такое же отношение сформировалось бы. И так они, возможно, понимают, как стоит дружить или чего они хотят от дружбы. Если вернуться к истории Екатерины, я обдумывал в течение, ну, периодически возвращался к этой истории, и для меня, это тем, кто помнит, кто смотрел, для меня это было скорее про утраченный рай какой-то истории Екатерины. Ну, рай в таком, в человеческом смысле, да, где-то там, когда-то были друзья, с ними было хорошо, сейчас всего этого нету, и очень хочется, как там, как хочется вернуться, как хочется ворваться, да, в городок и дальше по тексту песни. Вот. И, может быть, не случайно, по крайней мере, на меня из этой истории подуло вот таким холодным ветром одиночество, ну, там, страха, тревоги, злости, может быть, и так далее, да. Ну, как-то так. Я в прошлый раз сказал, что это похоже на историю с Чебурашкой, но Чебурашка плюшевый и теплый, а Катя какой-то такой человеческий, как это, сторону холода принесла, да, то есть в этом и холодно, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Екатерина, я звонила вам в прошлую программу. А мы о вас говорим, Екатерина. Катя, да, вы буквально заглянули в мои мысли и голову, потому что, думаю, дождусь сейчас, когда Алексей договорит свою фразу, и обращусь к нашей телезрительнице, которая звонила нам в прошлый раз. Может быть, она расскажет нам, как ее неделя прошла, и вы звоните. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Еще раз. Да, как раз жила, вот как раз этими мыслями, которые были обсуждением, размышления, все-таки, что для меня дружба, и что же все-таки меня беспокоит. Хотелось поделиться и поблагодарить за свои новые мысли, которые более развиты сейчас. Все-таки вот беспокоит то, что, сейчас правильно хочу выразить, по поводу взаимности. Вот все-таки, когда Елена задавала мне вопрос, приглашаю ли я, да, я приглашаю, а в ответ, вот как раз, вот как раз в начале был разговор о том, что, когда подруга не перезванивала или что-то, вот этого, наверное, все-таки не хватает, когда не хочешь быть навязчивой, как бы, а когда тебя нет, в принципе, ну и так все происходит. И, наверное, вот это вот очень огорчает, с чем я не сталкиваюсь в своем городе все-таки. И меня это расстраивает, нехватка вот этого взаимного, взаимного обмена. Екатерина, мне по думу показалось, услышалось, вы буквально вот эту штуку, я хотел бы ее прояснить, буквально вот эту штуку, вы бы хотели поменять, ну если слово обмен озвучивать как-то, расшифровывать, вы бы хотели поменять с предполагаемой подругой или другом что-то, что есть у вас. То есть у вас что-то есть, что вы готовы, ну, дать, пусть это наш язык сейчас в дать и взять превращается, что-то дать, ну, например, внимание, проведенное вместе время, какие-то хорошие слова, что еще с друзьями, помощь, ну, в каких-то бытовых делах. Ну, да что угодно, даже объятия какие-то поддерживающие. Объятия, да, и с удовольствием приняли бы именно то же самое. Ну, не именно, но, ну, вот, допустим, нет меня в городе, может быть, и как-то, ну, по приезду. То есть если я не позвоню, мне не позвонят, мне кажется, вот так, какой-то вот такой момент. Катя, а у вас есть какой-то вот срок ожидания этого звонка? Нет, наверное, сейчас нет уже. Ну, если представить ситуацию, что вы пообщались с кем-то, разошлись сегодня, да, проходит день, два, три, пять, в какой момент у вас, возможно, наступает тревога, почему человек не выходит со мной на связь и не проявляет эту инициативу? Ну, не замечали такого за собой? Ну, нет, сейчас я уже просто с этим как-то смирилась и приняла, что это как бы у людей своя жизнь и свои интересы. Может, под этим и скрываются и мои какие-то недовлетворенности, а я это пытаюсь компенсировать за счет дружбы. Ну, я тоже над этим размышляла, что всего скорее. О каких неудовлетворенностях идет речь, если можно, об интересах? Ну, возможно, да, о интересных, о личной жизни. Ну, вот. Просто натолкнула еще вот на это, на эти размышления. Ну, вот. Ну, прошлая передача. Вот так вот. А кроме звонков что еще? Ну, за звонками скрывается как раз, ну, не скрывается, а проявляется вот эта вот взаимность. Ну, вот. Ага, Катя, я попробую. Вот смотрите, вы нам звоните в студию, да, уже, ну, не знаю, третий или четвертый раз. Допустим, мы начали дружить. И нам бы тоже стоит вам позвонить по вашему телефону туда к вам и спросить. Вот что должно, что могло бы произойти, чтобы это было дружеским? Алло, привет, Катя, как дела? Давно тебя, вас не было слышно. Что это должно быть? Да, наверное. Просто, ну, нет же каких-то определенных правил все-таки. Ну, у меня, по крайней мере, в голове нет такого, что какой-то должен прозвучать специальный текст или еще что-то. Я все-таки отталкиваюсь от своих эмоций больше. Вот по своему самочувствию. И когда я в общаюсь, я либо чувствую напряжение рядом со мной, либо раскрепощенность и открытость. Когда я эту открытость не чувствую, мне становится некомфортно. Так, а если, ну вот, не знаю, сегодня холодно, тревожно мне или у меня что-то произошло, и я звоню вам, моему другу, и мне неоткуда взять открытости, раскрепощенности, улыбчивости какой-то. Скорее, у меня занудство будет, может быть, попытка все это, как сейчас говорят, слить, поругаться. Я готова это принять, если я чувствую, что я нужна в этот момент. У меня были такие моменты. Ну, у меня есть опыт, по крайней мере, общения. У меня часто и складывается как-то так в своем отношении, когда именно нужна поддержка или какое-то слово, плечо. Обо мне вспоминают, я это замечала. Когда нужно ваше плечо, ваша поддержка, да? Да, да. Катя, хочу задать вам тот же вопрос, который я задала Алексею. А вы за эту неделю встретили человека, который показался вам потенциальным другом, может быть? Или, может быть, вы в чью-то сторону посмотрели из тех, кого уже знали, и подумали, что, наверное, с ним бы я хотела дружить? Ну, у меня есть общение, и дружба есть. Я все-таки, наверное, говорю о близости этих отношений. Поясните, пожалуйста. Ну, наверное, доверительность этих отношений и комфорта от этих отношений. Ну, возможно, так. Может быть, я долго открываюсь людям, я не знаю. Ну, для меня это пока вот ответы на мои вопросы, почему так сложно мне, и настороженно. Ну, как я слышу, Катя, у вас желание, чтобы дружба была таким ощущаемым тылом, куда можно прийти после каких-то вот перипетий нашей современной суетливой жизни. Ну, и тылом, и все-таки хоть, ну, ну, чтобы спокойно могли и ко мне прийти, и я смогла прийти. В гости они становились это каким-то таким специальным подготовительным моментом. Чтобы это было спонтанно. Ну, не так все официально, что-либо, чтобы это не нужно было договариваться на неделю от встречи, встречаться. Ну, как бы вот, я про близость, наверное, но это... У меня предложение про спонтанность, Кать. Может быть, мы сейчас наш с вами разговор остановим и подождем. Может быть, кто-то, есть кто-то, кто позвонит, и ему есть что вам сказать через нас. — Да, конечно. — Да? — Спасибо. — Да, я и позвонила, чтобы просто поделиться своим... — Да, спасибо. — Это очень важно для нас. — Спасибо, что вы с нами, не знаю, дружите или нет. Я думаю, что мы это выясним со временем. Ну, по крайней мере, держите связь, я бы так сказал. — Ну, мне очень комфортно с вами. — Спасибо. — До свидания. — До свидания. — Спасибо, Кать. — До свидания. — Да. — Да. — Может быть, кто-то хочет что-то действительно ответить Кате через нас, чтобы у нас здесь, в нашем вот таком общем пространстве, каком-то странном, конечно, разделенном, я имею в виду, собранном вот в этой, на этом расстоянии, но все равно какие-то раздаются голоса живые люди, вот, и есть возможность что-то ответить. — Ну, для меня звонок Кате, он парадоксален, я уже обозначила. У меня возникла идея обратиться к Екатерине с просьбой позвонить нам, если она нас смотрит, она и позвонила. И для меня это, ну, про близость в какой-то степени, где между людьми, когда между ними устанавливается какая-то связь, они начинают даже в какой-то степени чувствовать друг друга. — А мне интересно вот это, ведь разговор с Екатериной, по сути, в какой-то степени отражает ее беспокойство, о котором она говорила. И я хочу акцент на этом немножко поставить. Беспокойство в каком смысле? Мы существуем сейчас в такой ситуации, где Катя нам звонит, Екатерина нам звонит, а мы ей не звоним. Не потому, что у нас нет телефона, ну, можно там в конце концов спросить, да. Но в какой-то степени это такое, может быть, эхо игры в одни ворота, да. Об этом был разговор. То есть я, вы мне нужны, ты мне нужен, как друг, я тебе звоню, я вкладываюсь в ответ, да. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Меня зовут Ольга, я хотела бы поговорить по поводу дружбы. Мне 64 года. И я хотела вам рассказать по поводу моего опыта. Вот у меня есть 4 подруги, с которыми мы раньше дружили, конечно, гораздо больше. Теперь со временем у каждой из нас свои какие-то проблемы, свои дела, и стали дальше жить друг от друга, встречаться, ну, практически встречаются на дни рождения друг друга. Встречаемся, отмечаем дни рождения, потом пропадаем опять до следующего дня рождения. То есть у нас, получается, практически 4 раза в год мы встречаемся, плюс еще пару там, и все, вся наша дружба. Причем, когда мы встречаемся, мы встречаемся бурно, поднимаем тост за то, чтобы состариться вместе. Ну, года, вы понимаете, 64 года, примерно так же и моим подругам. Вот, это вот один вариант. Потом есть у меня одна еще подружка, она одноклассница. Ну, я ее считаю подружкой. Ну, вот последний момент расскажу вам. Я ей позвонила, она не звонит практически никогда. Ну, она опять поживет и так далее, может быть, экономит. Ну, думаю, что не только в этом дело. Было время, когда мы с ней близко очень общались. Потом прошло это время. Ну, как вам сказать, у меня более-менее удачная жизнь. И дети удачные, и, в общем-то, в жизни все нормально. У нее, может быть, нет. Но дело в том, что вот я совершенно независливый человек. И я с удовольствием слушаю, когда она мне рассказывает о своих бедах, несчастьях. Но давно уже она этого не делает. Ну, и я в своих достижениях тоже не делаю этого. И последний раз я так поняла, что мы просто как-то упомянули другого человека в разговоре. И она сказала, вот она все время ноет. И я не хочу говорить слушать нытье. То есть, когда только говоришь ей что-нибудь там, ну, я не знаю, ну, что-нибудь немного, не очень хорошо там, на что-то пожаловаться я захотела, она тут же уходит от этого. И не только она одна у меня такая подружка. Есть еще одна знакомая, которая так же точно не может слушать ничего. Да, но и я постепенно вот как-то отдаляюсь. И я думаю, что не только я отдаляюсь. И другие наши подружки друг от друга отдаляются. Ну, можно сказать, что совершенно отдалились. Ольга. Вот так. Я думаю, что вот этих молодых девушек ждет то же самое, если они не стараются друг другу идти навстречу и не помогать в трудную минуту, не выслушать. Ведь раньше мы всегда выслушивали друг друга. Ну, пусть мы не смогли помочь, например, хотя деятельно старались и помогать. Но, во всяком случае, выслушивались. Мы всегда выслушивали друг друга. И в этом и заключалась наша дружба. И если вот эти молодые девушки, которые сейчас уже сомневаются, то выслушивает ли их подружка. Ну, вряд ли можно эту подружку назвать подружкой. Ольга, можно вопрос, да? Перебью? Вклинюсь. Вот меня заинтересовало... Ну, много вы сказали, очень много о себе. Спасибо. Вот этот момент меня заинтересовал. Вот есть ваша дружба и некоторое все-таки отдаление с теми тремя подругами, которые в первой части вашего... Да, поняла. Да. И с той подругой, которая потом... Там тоже отдаление. Это какие-то разные отдаления, на ваш взгляд? Или... И там, и там вроде отдаления. Но они чем-то, может, отличаются? Вы знаете, мне кажется, что это просто вот современная жизнь и современные условия приводят вот к такому. Ну, люди, во-первых, с возрастом, многие не хотят слышать ничего плохого. Может быть, даже не могу сказать. Вот иногда мне-то тоже жалуются другие подружки. Ольга, тоже вклинюсь. Она, например, она все время жалуется, слишком много жалуется. Ну, знаете, до такой степени, что невозможно просто слушать. Но она звонит только по плохим событиям. Ну, стараюсь, конечно, ее поддерживать. Ну, вот, не знаю, как. Ну, вы психолог, я хотела бы от вас услышать. Что вы считаете? Хорошо. У нас буквально несколько минут будет об этом поговорить. Спасибо вам за звонок. Вот. Приходите к нам еще. Спасибо, Ольга, большое за обратную связь и за такое вот общение, да. Фактически не только с нами, но и с Екатериной. И спасибо за переданное слово. Ольга сказала, хочет услышать от нас. Тут много, я думаю, о многом можно говорить. Я уже мостик такой вижу в следующие какие-то передачи. Но вот что, на что я хотел бы сейчас откликнуться. Такая интересная фраза, Ольга говорит, ну, время такое своеобразное. И сразу захотелось, ну, как-то вставить, добавить, разве не мы время создаем, не мы, живые люди, не я, не Елена, не Ольга, не вот люди, которые у нас в студии помогают нам выходить этой передаче. Разве не мы это время создаем, не Екатерина? Мне кажется, что кроме нас просто больше некому. Вот. Пусть это фраза как-то или напыщенная, или банальная, но я действительно не вижу, среди кого искать. И эта фраза мне очень, ну, такое рассуждение нравится, потому что искать не нужно нигде вовне, а вот среди нас самих мы можем поискать. Вот. И очень интересно об этом отдалении, Ольга сказала. У меня сложилось это в голове так, есть подружки, с которыми комфортно. В первой части рассказа есть подружка, с которой не очень. Но и там, и там вот это отдаление, вот это вот, скажем так, удлинение связей происходит. И меня заинтересовало, это один и тот же процесс, это разные какие-то процессы. В любом случае это указание на такое вот, да, на разжижение дружбы, если можно так сказать. Не на концентрацию, а на разжижение. Да. Я хотела предположить, ну, зная свои опыты общения тоже с друзьями, и особенно с теми, кто заявляет открыто о том, что не готов слушать какие-то проблемы чужих людей. И одной из причин, которую они называют, то, что своих проблем так много, и в данный момент своей какой-то устойчивости душевной не хватает, чтобы справиться с ними. А еще чужие проблемы, начинаешь за них переживать, и еще больше начинают их расстраивать. И это действительно какое-то бегство от переизбытка информации. У нас немного времени буквально, чтобы подвести, может быть, краткий итог и попрощаться с нашими телезрителями до следующей встречи. Спасибо за тем, кто звонил, и Ольге, и Екатерине. У нас складываются какие-то, сложился какой-то разговор. Про дружбу мне хочется продолжить этот разговор, не бросать его на полусловие. Надеюсь на встречу в следующий вторник. Всего вам доброго. Ну и... До свидания. Будем искать, да. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»